Бишкек На первый взгляд Бишкек производит впечатление провинциального города. Однако у Бишкека есть своя изюминка. Он розовый. Если Ереван называют розовым городом из-за архитектуры, то Бишкек из-за розовых насаждений. Безусловно, они придают особый шарм и невероятные ароматы. И все же Кыргызстан славится не столицей, а красотами вершин и озер. Именно за ними и едут сюда многочисленные туристы. К сожалению, мои маршруты всегда отличаются от маршрутов путешественников. У меня конкретная задача и свои следы. Армянские. Сворачивать с этих следов не имею возможности. Да и времени на это не бывает. Скажу лишь, что виню себя в одном. Не побывал на Иссык-Куле. Это легендарное озеро стоило бы увидеть. Тем более Иссык-Куль стал второй родиной сиванской форели Ишхан, которой мы все гордимся. В 1930-х годах Ишхан был искусственно переселен в соленое озеро Иссык-Куль, где успешно прижился и составил конкуренцию другим видам рыб. Исстория умалчивает, кто был автором частичной депортации Ишхана воды Иссык-Куля. Однако известно, что начиная с 1930-х годов в советскую Киргизию направлялась центром все больше и больше армян для становления в республике агрохозяйств. Бишкек, столица Кыргызстана, или бывший советский город Фрунзе. Хочу заметить, что из всех остальных центрально-азиатских стран в Кыргызстане была всегда самая маленькая община армянская. Она и была, и есть теперь. Вот, честно говоря, я даже здесь их толком найти не могу. Здесь, наверное, даже больше проживает щемшилов, которые были высланы сюда при Сталине, чем армян-христиан, скажем так. И, ну, здесь у меня свои дела, я поработаю. Пока хочу сказать, что сами армяне сюда стали пребывать тоже в советский период. В частности, это были 30-е годы и 50-е годы. И любопытен тот факт, что армяне здесь занимались агропромышленным комплексом. Я не знаю, почему здесь очень много было армян, ученых, агрономов. Наверное, из-за того, что сами армяне привыкли жить в горной местности и в горных условиях выращивать всяко разные культуры. Вот, наверное, здесь они и тем самым занимались, чтобы отдавать, обмениваться опытом, как в горных рельефных местностях, значит, выращивать какие-либо фрукты, овощи и злаки. Ну, впрочем, я вам сейчас чуть больше расскажу. Армянский опыт был весьма полезен для киргизов тем, что в условиях похожего горного рельефа советской Армении республика удачно возделывала землю, выращивала ряд овощных и фруктовых культур. В этой сфере Киргизия отставала. Причиной являлся не только рельеф, но и национальная особенность киргизов, так как в первые десятилетия советской власти республика была занята привычным для кочевого населения животноводством и молочным хозяйством. Например, недалеко от Фрунзе, ныне Юбишкек, первым в республике создал плодовый сад агроном Александр Саркисян. А советский ученый-ботаник Узик Аракелян разработал ряд полезных рекомендаций для промышленного разведения в Киргизии априкосов, персиков и черешни в условиях высокогорной и ссыкульской котловины. Также создал пять новых сортов яблок. В 1947 году Министерство сельского хозяйства Киргизской ССР возглавил армянин Георгий Баграмов, проявивший себя ранее в Совнархоне. В том же году министерскую должность в республике получил еще один представитель Армении Гурген Зарифьян. Он был председателем Госплана Армянской ССР, а в Киргизской возглавил Министерство торговли. Кстати, его сын Анес Зарифьян стал известным в республике ученым-физиологом, а Григорий Бальян, пользовавшийся большим уважением среди коллег и студентов, стал профессором агроинженерного института Киргизской аграрной академии. Как видите, лепта армянских специалистов в развитии сельского хозяйства и агропромышленного комплекса Кыргызстана достаточно огромна. Эта центрально-азиатская страна лишь географически расположена в краю, где, казалось бы, арпузы и дыни должны из-под асфальта пробиваться, акишемпиньоны. Увы, легкими плодами одаривает только юг страны – Ферганская долина. В горных местностях нужно потрудиться. И в этом, как вы понимаете, немалая заслуга армянских специалистов. Поэтому, когда я прошелся по знаменитому Ожскому базару в Бишкеке, с гордостью посматривал на плоды, привезенные из каракола, челпонаты и нарына. Правда, нарынские абрикошцы меньше армянских, но по вкусовым качествам почти не уступают. Впрочем, не только в аграрном хозяйстве армяне проявили себя в Кыргызстане. Здесь хорошо помнят имена медицинских светил Владимира Петросянца, стоявшего во главе Минстра в республике на протяжении 16 лет, организатора киргизского НИИ туберкулеза профессора Ягана Яганова. Здесь также увековечили свои имена геолого-разведчик Мартин Симонян, открывший месторождение Хайдакарского рудного поля. Ольга Аракелян, основавшая в 1955 году первый в республике детский ансамбль песни и танца, ну и, конечно же, стоявший у истоков национального оперного искусства в стране Ольга Мартиросова. В настоящее время в Кыргызстане проживает около трех тысяч армян. Конечно же, в это число не включены химшины. В стране их считают отдельной единицей. Да и сами они, по сути, особо не сталкиваются со своими христианскими соотечественниками, так как последние, по большей части, урбанисты. А в Бишкеке действует армянский культурный центр, воскресная школа, танцевальная группа. Сожалею о том, что не понавестил их в связи с ограниченным временем пребывания в стране. Галопом по Центральной Азии следующую остановку я совершил в Казахстане, в ее бывшей столице Алма-Ате. Казахстан и впрямь одна из немногих бывших советских республик, сохранившая традиции мультикультурализма. Здесь одинаково используются казахские и русские языки, также языки других нацменов. Немецкий, уйгурский, дунганский и так далее. А запросто можно встретить на улицах Алматы толпу молодых казахов, говорящих между собой на добротном русском языке. И так было всегда. Может, по этой причине главами республики в советский период были не только казахи, но и русские украинцы. А начало этому дал первый секретарь ЦК Кумпартии Казахстана, уроженец Шуши в Арцахе Ливон Мерзоян. Ливон Исаевич Мерзоян вошел в правительство Казахской ССР в 1933 году, а в 1937 возглавил ее. Время было тяжелое, неурожайное для Казахстана. А колоссальные моры стали обыденным явлением. По разным оценкам, за два года в Казахстане умерло от голода от одного до миллиона человек. В некоторых источниках даже до двух миллионов указано. Новому руководителю пришлось столкнуться с тяжелейшей ситуацией. За год с небольшим Мерзояну удалось добиться неплохого урожая, прекратился массовый убой скота и наметился рост его поголовья. По распоряжению Ливона Исаевича Мерзояна было роздано колхозникам 1 миллион 117 тысяч голов скота. Пошли сдвиги в области индустрии, промышленности. Начато строительство Ульбинской ГЭС, Чемкентского свинцового завода, разработка Карагандинского угольного бассейна. В Казахстане сформировались промышленные районы, были расширены геолого-разведочные работы в Имбинском районе и введены в строй новые нефтепромыслы. Завершилось строительство нефтепровода Гурьев-Орск протяженностью около 800 километров. Без излишнего пафоса также Мерзояна можно назвать отцом культуры новейшей истории Казахстана. Именно при нем был подготовлен и проведен первый съезд Союза писателей Казахстана, Музыкальный театр, Казахская госфилармония, Казахстанская база Академии наук. В годы сталинских репрессий Ливон Исаевич спас десятки представителей казахской интеллигенции. Среди них был такой Мухтар Ауезов, писатель и ученый, нынешняя гордость казахского народа. Мерзоян прощал даже своих ревнивцев и критиков, например, Ольгу Шатуновскую, которая по доносу первой секретаря ЦК КП Азербайджана Мирджафара Багирова была приговорена к расстрелу за антисоветщину. Однако Мерзоян добился того, чтобы женщину партийного деятеля помиловали и изменили меру пресечения. В результате чего Шатуновская отбывала срок на Колыме, а в 1954 ее реабилитировали. Она прожила долгую жизнь и скончалась в 1990 году в возрасте 89 лет. Кстати, Мерзоян также реабилитировал казахского Пушкина, поэта Абая Кунанбаева, дотали забытого в народе, так как его книги были запрещены сначала царским правительством, потом большевиками. А в 1937 году под руководством Мерзояна была разработана и принята Конституция Казахстана. Ливон Исаевич любил казахстанцев, а они отвечали ему взаимностью, называя его ласково на казахский манер «Мерзожан». Дорогой наш лидер. Суть, значит, такова. Только трех руководителей этой страны можно назвать вершителями республики. Это Ливона Мерзояна, который руководил республикой в 30-х годах. Это Димухаммед Кунаев, 80-е годы. Ну и, конечно же, первый президент уже независимой республики Казахстан, Нурсултан Назарбаев. Что касается Ливона Мерзояна, то он уже при жизни был обласкан своим народом, казахстанским народом. И в честь него даже здесь были названы некоторые улицы по республике. А самая высокая точка казахской ССР, тогдашней казахской ССР, Хантенгри, была переименована в пик Мерзояна. Но после того, как в то время, естественно, тоже стучали, как и сейчас, после того, как до Сталина донесли, что здесь называют честь Мерзояна площади, улицы и даже пик, и не только, но и, значит, портреты Мерзояна вывешиваются выше, чем портреты Сталина, великий вождь советского народа, генералиссимус Сталин, вызвал Мерзояна в Москву. И все это обратно было переименовано так, как захотелось большевикам-сталинистам. Из Москвы в Казахскую ССР Мерзоян уже не вернулся. 16 мая ЦК КП Казахстана освободил его от обязанностей первого секретаря. Через неделю после отставки Мерзоян был арестован и помещен в Лефортово. А уже 26 февраля 1939 года расстрелян по приговору военной коллегии Верховного Суда СССР. Сегодня в независимом Казахстане стерты все следы с именем Мерзояна. Осталась небольшая улица Валматы. Но, как ни сказали, и ее скоро может не стать. Городские власти поговаривают о переименовании улицы в честь какого-то другого своего героя. В настоящее время пока не нашли такого героя. Тем не менее, была бы улица, а герои найдутся. В Казахстане уж точно. Политиков в этой стране чтят до столиц. Свято место пустым не бывает. В отличие от общин других центрально-азиатских стран, армянская община Казахстана достаточно молода. Первые сведения об армянах здесь стали появляться только в первой половине 20 века, в годы советизации. И это были армяне, которые в группе интернациональных бригад стали приезжать и оседать в Казахстане. Это были и хлеборобы, и овощеводы, и медики, и технарии. Некоторые по партийной линии продвинулись в Казахстане, как тот же Мерзоян. Например, Артур Сайкян, назначенный на должность первого секретаря Кустанайского обкома партии в 30-х годах прошлого столетия. А почетный гражданин Уральска Петр Атаян изначально был временно направлен в Казахстан в военные сороковые, как партиец, который должен был руководить стратегическим заводом в Уральске. Но не только остался бессменным руководителем предприятия на протяжении четырех десятков лет, но и стал ученым-инженером, автором к восьми изобретений, внедренных в производство. Список можно продолжать и продолжать. Казахстан – страна большая. В каждой области были и есть представители армянского народа, что привнесли свой вклад в развитие этой центральноазиатской страны. Кстати, завкафедрой психологии и педагогики Кустанайского государственного университета имени Пальтурсынова была Лилия Вагановна Саркисян – статная армянка, выпустившая не одну плеяду казахстанских педагогов и психологов. Я – один из ее учеников. В настоящее время в Казахстане проживает до 30 тысяч армян, как я говорил. В Алма-Ате я побывал в небольшом армянском храме, более напоминающем часовню и построенном в 2006 году предпринимателем и председателем общины Артушем Карапетяном. Несмотря на габариты, убранство великолепное. Снаружи даже сложно представить, как в такой маленькой церквушке можно вместить достаточное количество утварей. Дизайнеры творят чудеса. Армянский культурный центр и церковь, армянская церковь, построены наследство армян города Алматы, для того, чтобы армяне нашего города были сплочены. И с этой целью мы построили данное культурное заведение для того, чтобы преподавать армянский язык и чтобы мы могли сохранить свое культурное наследие в Казахстане. На данный момент здесь, в Алма-Ате, преподается армянский язык, казахский язык. Также существуют кружки по танцам, армянские танцы, а также танцы народов Кавказа. Преподается Дхол. Также существуют различные кружки по интересам. По воскресеньям проходит служение в армянской церкви. Дхол. Решил и я заглянуть в культурный центр. Просторные и светлые помещения разделены на холлы, библиотеки, классы. А в одной из помещений ребятишки били в Дхол. Дхол – громкий и ритмичный инструмент. Шуметь и стучать почему-либо каждый ребенок норовит. Дхол для этого – самая удачная вещь. Со временем обычная детская шалость плавно перерастает в искусство. И уже в 12 лет вчерашние школьники превращаются в отличных барабанщиков. Кстати, в центре преподают и хореографию. Отплясывают как армянские народные, так и кавказские танцы. Дхол для этого – самая удачная вещь. А жаль, что мои дни в Алма-Ате пролетели достаточно быстро. Казахстанцы умеют быстро расположить к себе любого человека. Уж я это знаю. Но толку с этих знаний, если время неумолимо. А мне нужно идти дальше по маршрутам армянских следов, у которых нет ни конца, ни края. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok